Добрый вечер! В эфире очередной выпуск подкаста «Лабвакар» в студии Денис Камалягин. Алексей Малов. Наш первый выпуск в этом году. Год начался очень активно, и мы, наверное, много будем говорить о международных темах. Начнем, наверное, с того, что завтра интересная тема. Сегодня Владимир Зеленский должен приехать в Латвию, в Ригу. Сейчас у него визит по странам Балтии. Да, сегодня мы записываемся поздно вечером в 10 января. Я уже с праздниками забыл, какой день недели. У нас среда, да, вот он должен в четверг приехать в Ригу и потом поехать в Эстонию. Я даже озвучу, в общем-то, какой у них официальная цель визита. Это, в частности, сотрудничество в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников, дальнейшая координация европейской поддержки и интеграция ЕС и НАТО. Вот чем тебе интересен этот визит? И вот эта вот интеграция в плане беспилотников на границе с Псковской областью, что может означать? Да ничего это не означает. По большому счету, есть текущий момент, который требует любых возможностей для поддержания боевых действий со стороны Украины. Задержка американской европейской помощи, она как бы сказывается. Ну и, грубо говоря, страны Балтии, которые, наверное, не являются по объему помощи лидерами. По относительному показателю, кстати, являются. По относительному, да, но только там как бы воюющих много, оружия нужно много, и, соответственно, это такой скорее визит, собираем по сусекам все, что есть возможности. И то, чем Латвия, Эстония или Литва могут помочь, то и просят. Это то, что не зависит от большой Европы или от Америки. Я думаю, что просто вот этим обусловлено все. Но это визит вежливости такой? Нет, это не визит вежливости, это рабочий визит. Скорее всего, я же не знаю, как это есть на самом деле, но он обусловлен там положением дела на фронте, где нужны любые вооружения, любые средства поддержки, любые средства ПО. Ну, вроде Латвия, Эстония и Литва-то как раз отличаются тем, что дают практически все граждане. Дают практически все, но нужно еще больше, и, соответственно, я думаю, что будут думать насчет беспилотников. В Латвии довольно распространено производство, и здесь много стран, много фирм, которые котируются, в том числе в других европейских странах, поэтому все понятно, все логично. Ну, это в плане беспилотников окей, но нет ощущения, что страны Балтии как-то действительно напрягаются в 2024 году, уже в самом начале, в плане общей границы с Россией, это такой в том числе обмен опытом. С одной стороны, да, плюс к этому надо добавить, что мобилизация в Украине требует, в том числе украинских мужчин, которые здесь проживают. Соответственно, нужно понимание того, как и кто в призывном возрасте будет служить на Украине или в Украине. Нужно понимание, действительно, какие угрозы составляют Россия на этом направлении. То есть есть блок понятных вопросов, но они скорее тактические, нежели стратегические. Ты обратил внимание, вот совсем недавно, в конце прошлой недели, Швеция заявила о том, что как только вступит в НАТО, отправит в Латвию аж 800 военнослужащих, 800 профессиональных военнослужащих, это достаточно немаленько. Ну, в любом случае Россия рассматривается как угрозой, и тогда тем более Швеции необходимо иметь присутствие на границе для того, чтобы понимать, что с Россией происходит. Ну, тоже логично. Ну, если Швеция вступает в НАТО после стольких лет нейтралитета, я думаю, что их в любом случае это напрягает вне зависимости от того, есть общие границы или нет, понимаешь. У Польши тоже сейчас нет общей границы с Россией. Калининградская область. Да, тоже верно. Да. Ну, все равно это всех напрягает. Да, я думаю, что в водное все равно существует какое-то взаимодействие. Здесь действительно... Ну, пока крупные игроки, как-то Евросоюз в целом и Штаты определяются с помощью и поддержкой, конечно, нужно решать Украине какие-то тактические вещи. Ради этих тактических вещей, конечно, эта поездка, скорее всего, и запланирована. Вот эта активизация в начале января боевых действий и украинского президента, тебе не кажется, что это такая попытка вот разболтать некое сонное состояние, которое было в декабре. Что, по-твоему, вот означают удары по Белгороду? Это попытка вот вывести всех из сонного состояния? Или это реально усталость Латвии, хотел сказать, ху-ть-ху-ть-ху, украины от того, что Россия просто долбит-долбит, а они взяли на себя какое-то моральное обязательство не наносить удары по территории России? Я думаю, что международная ситуация дозрела до того, что в Украине за это никаких осуждений нет. То есть это возможность, которая теперь появилась, которая не была раньше в таком. Понятно, мир отвлечен на ситуацию на Ближнем Востоке, мир отвлечен на ситуацию вокруг Тайваня, там еще Венесуэла, там сюрпризы. Эквадор на этой неделе появился. И, соответственно, отвлечение этого внимания позволяет Украине реализовывать вот такого рода мероприятия, потому что Белгород все равно это областной центр. Все равно, понятно, люди оттуда бегут. ПВО, которое стянуто, скорее всего, к Москве, Московской области, не отрабатывает так, как оно должно было бы отрабатывать. И понятно, что если есть возможность дотянуть, до чего дотягиваются, то и реализуют. Но нет опасений. Вот среди моих знакомых и друзей есть опасения, что Белгород – это только первый регион. Так это всегда так. Соответственно, смотрится, какая будет международная реакция. Ну, не только международная, но и российская. Понимаешь, если там Владимир Путин все пугал, там это тельняшку рвал на себе, да не дай бог, да что. А оказалось, хуже уже не будет. Так будет, будет, скорее всего, хуже, потому что ты либо можешь, либо не можешь. Если ты не можешь перехватывать ракеты, и если ты не можешь отвечать нормальной системой ПВО, и пропускаешь постоянно там плюху за плюхой, ну, так тебе будут добавлять просто вот и все. Это, ну, закон такой в подворотне, извини. Тут все просто. И понятно, что у Курска более-менее ситуация такая же, как у Белгорода, может сложиться там. И дальше там Беринск, и Воронеж. И, соответственно, и на это что-то надо будет отвечать. Сейчас до марта 2024 года, до президентской а-ля кампании, еще будет держаться каким-то образом. А дальше... Слушай, вот то, что творится уже в начале января, если вот это у нас держится перед президентской, мне страшно представить, что будет пасно. Перед президентской, я думаю, стянули к Москве, потому что еще одной плюхи, когда свалилась на Кремль беспилотник дважды перед президентской кампанией, они этого не выдержат. Но, опять же, ПВО не безгранична, его какое-то количество, да, и, соответственно, перераспределяется. Вот мы все привыкли к тому, что в Крыму атакуют объекты с поразительной регулярностью. Защитили мост, пострадал штаб Черноморского флота, пострадал, защитили штаб Черноморского флота, страдают какие-то системы ПВО и так далее. То есть, ну, это происходит плюс-минус постоянно. Венедиктов же показал, что Россия с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года всего на 0,1% увеличила территорию, которую держат под контролем на территории Украины. То есть, за год 0,1%. Ну, в общем, да, карты эти опубликованы, где-то они даже потеряли территорию. Но дело в том, что, видишь, тебе кто-то... Одна сторона будет говорить, что мы всего 0,1% завоевали, а в Украине говорят наоборот, что мы только там... Мы ничего не смогли своим контрнаступлением достичь. И вот эта вот патовая ситуация, она не выгодна ни одной, ни другой. Опять же, военно-промышленный комплекс все равно запускается так или иначе на Западе. В Латвии в той же объявили о создании государственного производителя оружия на серьезном уровне. То есть, понятно, какое это время займет это все настройка, наладка и так далее. Но, опять же, фундаментально на северокорейских снарядах, стволах и так далее можно протянуть какое-то время. А потом технологии все равно побеждают. Очень же показательно, что 30 декабря и 2 января Россия уже использовала северокорейские баллистические ракеты. А где свои? Да нет, есть рифма на слово «где», и я думаю, что это отражает реальное положение дел. А войне XX века со страной, которая воюет по технологиям и XXI века, ну, кинжалы перехватываются, отлавливаются, давятся системы, которые ведут эти шахеды и так далее. Ну, то есть, для того, чтобы справляться более-менее, научная мысль должна быть. Чтобы была научная мысль, это должно реально работать государственно на это. Если этого не было в России, откуда оно появится-то? Плюс понятно, что так или иначе, пока, по крайней мере, какая-то часть санкций обходится, там, завозятся и так далее. Но ведь Европа тоже предпринимает усилия для того, чтобы пресекать это все. И это вопрос времени, когда это все будет пресечено. А если у тебя нет ни чипов, ни плат, ни невозможности, ни технологии развить свое, так что ты будешь делать-то? Ну, как бы, вот оно и показатель, что Россия, которая в несколько раз по населению и во многое количество раз по территории, ничего вот за год 0,1% территории. Ну, вот и ответ на вопрос. Я смотрел на днях отрывки из программы Золкина, где нашим военнопленным задавали вопрос про численность населения Российской Федерации. Один сказал, миллион, второй сказал, ну, нет, побольше, наверное, миллионов пять. Ну, понятно. Так что они тут воевать... Это беда среднего образования на самом деле, и, ну, это печально, печально. Действительно, образованием нужно будет заниматься постпутинское время, вот и все. Да, там сложилась катастрофическая ситуация. Я думаю, что и про образование мы еще поговорим, потому что в Псковской области и в других пропаганда продолжает лезть в школу как только может. А давай немножко вернемся к теме языка в Латвии, русского языка, потому что мы давно об этом не говорили. 9 января в Верховный суд, Верховный или какой же там, да, конституционный... То есть он начал рассматривать, да. Да, рассматривать вопрос по тому, насколько законна вот эта вот попытка обязать учить язык. Около 1200 человек, насколько я знаю, отказались все-таки идти и даже учить, банально я уже не говорю, про просто сдать. Какова сейчас проблема? И вот те очереди, которые ты прогнозировал на границе, они сейчас есть? Или все-таки пока никого не депортируют? Пока нет, потому что процедура депортации, она требует решений некоторых процессуальных. И то есть вот сейчас пока, по крайней мере, этого нет. Но опять же, если есть определенное законодательное решение, если есть ситуация, в которой люди... Ну, это вопрос времени, когда действительно начнут приниматься и вывозить, и выдворять, или как там предпринимать. То есть, ну, это вопрос времени. Ну, вот у нас на сайте вышел, кстати, текст, советую зайти, я думаю, мы дадим ссылку в описании о том, как люди сдают экзамен, но вот те люди, которые не сдают. Вот у тебя есть какое-то объяснение, может, ты с ними общался, почему они, несмотря на вот такие санкции, продолжают мне идти учить? Ведь вот есть очень лояльное отношение у властей в Латвии, я их не обеляю, это просто реально так, если вы идете сдавать экзамен, учить, потом сдавать экзамен, не сдаете, и вам дают на два года, так скажем, рассрочку, как в банке, вы можете сдать заново. Почему они выбирают? Это какое-то вот имперское желание, нет, меня не заставят учить, или что? Ну, просто эта проблема не вчера возникла, есть уже стороны, скажем так, к этому вопросу, подошли уже с плюс-минус 30-летней историей, и, соответственно, кардинально что-то поменять вряд ли получится, то есть, если люди уверены в своем представлении прекрасном, и определенный алгоритм действия выработали, или наоборот бездействия, я думаю, вряд ли что-то в этой ситуации поменяется, это будут трагедии на тот момент, когда действительно придут полицейские для того, чтобы выселять, да, но до этого момента, я думаю, это просто будет так вот все тянуться, тянуться и тянуться. А что будет с их имуществом? Вот я не помню, мы это обсуждали или нет? Это имущество, соответственно, право собственности это обладают, они будут иметь право реализовать его и все. Ясно. Ты сам или в твоем окружении вот те люди, которые уехали после начала войны, как они с языком учат? Ты учишь? Я учу, есть в моем окружении знакомые, у которых отец перебирается в Россию, да. Именно вот это, это принципиальная позиция? Да, для того, чтобы вот не учиться, не учить язык и так далее, то есть проще перебраться в Россию и это вот такая реальность. Знаю, люди в Беларуси перебираются, знаю, ну то есть, опять же, кто кому мешает, где, свобода передвижения. Не-не-не, это как раз честно, не хочешь учить. Да, это выбор, это выбор и, ну, понятно, что у этого выбора есть последствия и понятно, что там огромная часть среди тех, кто не хочет ничего это делать, это люди пенсионного возраста и понятна история, что большей части из них Российская Федерация платила пенсии, они здесь просто жили на те пенсии, которые получали от России. Понятно, что часть людей взяли это российское гражданство, потому что на тот момент эта пенсия была выше и это по вполне экономическим было причинам сделано. Ну, то есть, я говорю, к этому моменту подошли с 30-летней историей, да, и я думаю, еще последствия у всего этого будут и судебные, то, о чем ты говоришь, Конституционный суд, и какие-то там правоприменительные истории, ну, такая история, в общем, не самая радужная, скажем так. Ну, ты, кстати, видел историю в Литве по поводу тоже обучения на русском языке, как раз там у моих знакомых, у знакомых моих знакомых случилась ситуация, когда два мальчика, скажем так, расстреляли из воздушки третьего из-за антивоенной позиции вот их семьи, и после того, как там вот эта семья написала жалобу в школу правительства Литвы подняло вопрос о том, нужно ли вообще заниматься русскоязычными школами. Вот не видишься, это такой поступательный процесс в странах Балтии с любой возможностью вытеснить русский язык с позиции равноправного. Я бы разделил ситуацию в Литве и ситуацию в Латвии и в Эстонии. Литва на момент приобретения восстановления независимости дала всем возможность гражданства. И там не было истории ни по негражданам и все. Все получили возможность стать гражданами Литвы. Соответственно, там не накладывалась эта история с пенсиями, там не накладывалось еще много других историй. Поэтому там это все прошло более спокойно, как мне казалось. В сумме в Литве проживает больше людей, чем в Латвии и в Эстонии. И таких вот эксцессов, ну, их много меньше. То есть, в процентном соотношении происходит. Там меньше русского языка, там меньше русских школ. Ну, и границы вообще нету. Это во многом обусловлено. Калининградского обусловлено. Ты все, я забываю про Анклав, ну окей, вот такой общий, с основной территории ее нету, все равно едет туда меньше народу. С одной стороны. С другой стороны, все равно из Калининграда литовскими хабами аэропортными пользовались. Торговля приграничная и трансграничная была. Понятно, что экономические связи были так или иначе и до сих пор остаются. Вот, там проблема, там, как мне кажется, то есть, я очень давно жил в Литве, она менее острая, чем она в Латвии и в Эстонии. Да, за счет того, что часть вопросов на старте восстановления было снято. И в Эстонии, в Латвии этого не произошло, и поэтому эти две балтийские, две балтийские, два балтийских государства, они, соответственно, вот сейчас проживают многие элементы. Вот, так что не знаю, не знаю, как это все пройдет в Литве, особняком там все. Вернемся в Псковскую область. Замечательная тема, которую как раз сегодня наконец-то закончились праздники, вышли чиновники, говорят, ой-ой-ой, оказывается, у нас не вывозится мусор. Не вывозится в течение десяти дней, все завалило, региональный оператор не работает, перевозчики не работают, люди в шоке. Нам никогда, я не припомню, наверное, со времен мобилизации не присылали столько сообщений, сколько присылали фотографии мусора. Следил ты из-за этой ситуации? Как тебе кажется, что вот так выкинулись сегодня все чиновники ругать регионального оператора? Это попытка себя обелить? Или региональный оператор действительно вдруг исчерпал доверие? Проблема с мусором, как и в ЖКХ, в целом, не только в Псковской области, состоит там, как мне кажется, из трех вещей. Первое, это спор экономических субъектов и для Псковской области спор между спецтранскомом и администрацией и всеми другими. Такой с коррупционным оттенком, я тебе так скажу. Да, 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 все. Это старая история, она очень много отображается в делах арбитражного суда Псковской области, они эпизодически судятся за платежи, не платежи и так далее. Это первая часть маркализонского балета. Вторая часть маркализонского балета заключается в том, что во время мобилизации у системы ЖКХ повынимали огромное количество водителей, работников. Там работали, ну, скажем так, не элита высшего образования. Я тебе напомню, главный инженер, единственный инженер геодезист теплосетей Псковских погиб. Так вот, высосала война людей, часть вернулись инвалидами, часть остались лежать в земле и, соответственно, кадровый дефицит никем не заменился. Ну, не наберешь ты узбеков, таджиков и так далее с Москвы для того, чтобы они вывозили мусора за 20-25 тысяч рублей. Вторая часть. Третья часть это разделение ответственности между муниципалитетом и коммунальщиками. То есть, вывоз снега, то есть, оборудование площадок контейнерных, сжигаемые контейнеры, которые пластиковые регулярно подпаливают в... И, соответственно, мало кого находит и мало кто восстанавливает эту всю историю. Соответственно, дополнительные расходы для тех, кто занимается этим мусором. Ну, и вот третья история. Поэтому понятно, что рано или поздно это должно было случиться, но это случилось раньше за счет того, что все ужесточилось. Плюс аномальные морозы. На аномальных морозах техника ломается больше. Часть существенная автопарка иномарки и не китайские. И попробуй запчасти привези, достань, купи и так далее. То есть, мы имеем воздействие санкций, мы имеем мобилизацию трудоспособного, ответственного и так далее. И мы имеем экономический спор с субъектом. Плюс кумовство. Кумовство, коррупция, это как бы обычная составляющая. Мне кажется, что Экопром был уверен, что его за ручку губернатор привел и им ничего не будет. Ну и что? Ты можешь привезти за ручку, за ножку, за все остальное, но тот же Экопром не может набрать людей на рынке труда, которые в этой сфере работали, их просто физически нет. Там дефицит огромный на водителей, на техников, во всем. В водоканале, в теплосетях, в управляйках, везде. Это действительно огромнейшая проблема. А деньги, в том числе из резервного фонда и так далее, у нас на дружественные елки отправляются в украинские территории, восстанавливаются. То есть, это шизофрения какая-то. Но я, кстати, на фоне всего таких лопаний, труп, постоянных аварий, я вспомнил разгон специализированной службы в прошлом году. Вот чем он был оправдан? Нужно было пару объектов и пятно под застройку. А теперь в задницу. Да никто не мыслит стратегически. Не была возможность подготовиться к зиме, была возможность провести подготовительные работы, была возможность... Вот сколько говорили об авариях на электросетевом оборудовании Псковской области? Пришла зима, пришла зима, и опять все, как это... Там же ж нету конфликта никакого между администрацией Псковской области и Псковэнерго или Россети, нету, они все душа в душу, сидят на голубом глазу, все у них ровно. Только люди без света почему-то. Из года в год. Из года в год. Ну и с канализациями ливневками та же история. Та же самая история и фонтан, который бьет эпизодически над прорывами то на той, и на другой улице в Псково, и это все никуда не денется, потому что ни команда 20-18 не в состоянии менеджировать процесс, ни местные околокоммунальные товарищи не могут, иногда по субъективным и иногда по объективным причинам. И, соответственно, в каждый год эта ситуация будет ухудшаться. Потому что бывает так, что стоят насосные станции, которые поставлены были импортное оборудование в тех же теплосетях водоканали. Где запчасти-то все? Ну как? То есть там ерунда, может быть, стоит 20 евро. Но ты ее не купишь в России. Потому что, ну, например, на то, чтобы в вооружении обход санкций как-то организуют, а для того, чтобы запорную арматуру какую-то привезти, ну не привезешь, и до свидания. И все, вся система стоит из-за одной какой-нибудь бздулины. Пока ты перевариваешь, пока ты меняешь одно оборудование на другое, если мы говорим крупную узловую замену, ну это же не зимой при минус 25 это должно делаться-то. Да, конечно. А в эту зиму вот как еще добавились аномальные морозы. Все. Все же просто как табуретка. И, ну, и... И главное, что объективно не та команда в состоянии это решить, которая сейчас руководит Псковской областью. Ну, мне кажется, что это уже даже от региона не зависит. Сейчас, в принципе, не в одном регионе нет профессиональной команды, потому что цели такой не стоит. Ну, я не беру Москву. Тогда будут замерзать, тогда будут аварии, тогда будут всякие эксцессы, связанные с поломками на канализациях, на водопроводах и так далее. И все это будет носить... Ведь это ж одна история. Тянет другую, тянет третью, тянет четвертую. Ты занимаешься мусором, у тебя рвутся трубы по теплу. Ты занимаешься трубами на теплу, ты проведешь очередное совещание, у тебя растут цены на куриное яйцо. Ты занимаешься... Это вот все суета, беготня и... Ну, то есть тут вопрос, наверное, как долго пропаганда сможет все вот это прикрывать. Ты же обратил внимание, что госсми не писали о мусорной проблеме вплоть до того дня, пока не вышел президент. Местный президент, да. Он сказал, ой, а оказывается есть проблема. То есть пока он фоткал в Инстаграм свою собачку. И дерево желания, да. Делал там плов там, или что он там, суши свои строгал. Проблемы не было. Вот у нас официально проблемы не признаются, пока губернатор не скажет, что это, конечно... Перед чтением бюджета на этот самый губернатор просто тупо пропал. Его не могли найти. Переносилась куча событий, да. Он на выдвижение президента даже не приехал. То есть это же как надо было, в общем, ну, пропасть, уйти в состояние астрала, да, и как-то в отдыхе или чего там, чтобы на выдвижение президента не приехать. Поэтому это, ну... И это все как бы... Чем дальше, тем больше будет. Ну, тебе не кажется, что все равно вот это вот потерпите, пока в Псковской области работает? Потому что вот я посмотрел, есть, по-моему, издание 7 на 7 опубликовало там рейтинг 9 регионов, где чаще всего происходили какие-то волнения и протесты. Естественно, Псковская область туда не входит, потому что политики и политактивизма там не осталось. И какие-то отраслевые вопросы тоже не поднимаются. В Архангельской области объявили забастовку. Сколько? 90 или там 100 медиков? Почему в Псковской области это не происходит? Несмотря на то, что проблем больше. Нет, может и происходит, мы просто не знаем. Не все выходит. Я думаю, что если бы 100 медиков, у нас всего-то там 300-400, да? Если бы они объявили забастовку, то мы бы об этом узнали. Опять же, это вопрос времени, потому что медиков высасывает тоже война. Они же тоже выезжают туда на передовую и там тоже попадают в разные истории. Туда даже рентгенологов отправляют, извини, молодых, которые... Поэтому, опять же, высасывание человеческого потенциала из Псковской области рано или поздно даст... Это ровно то же самое. Ты, если стратегически к вопросу не подходишь... Ведь, опять же, они объявили о феноменально большом региональном бюджете. Вот у меня просто один вопрос. Это перед выборами, да, нарисованные цифры, все понятно. Вопрос, как эти там, сколько, 59 миллиардов или сколько они там заявили в совокупности? Ну, консолидированные 65, но дело в том, что реальная инфляция, посчитай, вычтите. Опять же, у меня стойкое ощущение, что исполнить этот бюджет так будет не в активном. Дело в том, что они о бюджете говорят всегда большие цифры, а вот мы-то пишем, а они об этом не рассказывают, сколько денег возвращается потом в бюджет. Особенно, скажем, спасибо Комитету по здравоохранению. Там миллиард, два, три могут вернуть по итогам госпрограмм, а точнее по их неисполнению в госбюджет. Вот тебе эти цифры, как раньше раздували за счет приватизации, сейчас раздувают просто за счет придуманных госпрограмм, которые не выполняют. Опять же, мы же понимаем, что помимо этого будут те программы, которые не исполнены. Празднование Печор. То есть понятно, что программа с 31 декабря заканчивается, продлится, не продлится, бабушка на двое сказала, все деньги не потрачены, и, соответственно, они просто вернутся. Все. Ну, ты видел, что там за 4,5 миллиарда сделали? Они поставили надпись Печоры. Памятник, кстати, поставили. Архангелу Михаилу поставили. Воин, кстати, очень показательно, да, что... Так а толку-то? Ну, можно там хоть пять памятников поставить, три Ольги там, три Архангела Михаила. Жизнь людей от этого лучше будет или нет? Ну, у них, знаешь, как вот у нас... Я в детстве играл, стратегическая игра называлась там Фарауны Клеопатра, по-моему. Если ты тыкаешь где-то памятник, там улучшается качество жизни. Вот мне кажется, что они мыслят так, типа, если я воткну тут три памятника, улучшится качество жизни три раза. Не-не-не, воткнули памятник, Тихон Шевкунов сказал, что вот водокачка-то не в том состоянии, наверное, неправильно была приватизирована. Мы еще посмотрим, как водокачку собственника отберут. Мы уже смотрим, кстати, об этом у нас буквально на следующей неделе будет материал, потому что история очень интересная. Конечно, Тихон уехал, но водокачка-то остается, и прокуратура, я думаю, что дожмет и сам суд, и собственника, естественно. И просто сакральное место, так скажем, туристически сакральное место для Печор, я думаю, что просто отожмут по беспределу, извините за такую лексику, но 2024 год, епархия, что я еще могу говорить. Ну что, да, будем завершать, наверное, у нас основные темы исчерпаны, на следующей неделе, если будут интересные итоги визита Владимира Зеленского в страны Балтии, тоже это отдельно обсудим. Ну и Псков нам дарит темы постоянно, поэтому до следующей недели. Денис Камалягин, Алексей Малов были в студии. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова